В фойе педагогического университета ажиотажа не наблюдается. К столам, где сидят представители государственных органов, изредка подходят желающие устроиться на госслужбу. В отдел ЖКХ, главный специалист, бухгалтер. Если вас вышло это звание, можно без опыта работать. Отпробовать можно? Конечно. Виктория Смаилова, выпускница экономического университета. По окончании учебного заведения, говорит девушка, решила поступить на госслужбу. При этом о перспективе и положительных сторонах работы в госструктурах Виктория рассуждает весьма рационально, как и полагается экономисту. До этого я походила, сдала тест на госслужбу, я прошла и хочу теперь попытаться пробовать на госслужбу. Что тебе нравится в госслужбе? Сабильная заработная плата. Это, наверное, в самую очередь. Все равно работаешь на государство. Однако многих молодых людей такие перспективы все-таки не привещают. На сегодня государственные органы области нуждаются в трех сотнях квалифицированных специалистов. К примеру, только в департаменте охраны общественного здоровья сразу 19 вакансий. Эти вакансии образовываются вследствие увольнения сотрудников. У нас в этом году уволены несколько человек по достижению пенсионного возраста. Уезжают в другие города, в частности в Астану, молодежь. Потом, наверное, это связано с тем, что поступить на государственную службу требуются определенные требования. Действительно, чтобы сегодня поступить на государственную службу, кандидат должен пройти тестирование на знание законодательства после еще и конкурсный отбор. Специалисты говорят, что если в городах решить вопрос дефицита кадров еще частично удается, то в районах ситуация сложнее. Мы сейчас работаем над тем, чтобы специалисты шли в сельские округа. Сейчас вопрос рассматривается по поводу с дипломом село, поэтому на уровне центрального аппарата. А так в целом дотации нет. Специалисты отмечают, что если по результатам ярмарки вакансий число вакантных мест удастся сократить хотя бы на четверть, то проделанную работу можно будет назвать успешной. Кстати, Виктории Смаиловой подыскать подходящую для себя вакансию удалось. Дмитрий Гуренко, Андрей Деменок, РТН.